Пистолет этот приперман, в туалете, он подбавался, он бы выстрелил, ему рикошетом в голову вроде как попало. Так, по-простому, в школе номер один в селе Алтайском описывают происшествие 1 декабря. Тогда в уличном туалете пострадал восьмиклассник. Ему в голову попала пуля из пневматики диаметром 4,5 миллиметра. Он говорит, что-то вот здесь возился, он у него выстрелил, ну походу откуда-то отсюда рикошетом, ну вот сюда-то взлетел. Пистолет пневматический, значит, везде свободно подвезли. Стрелявшим оказался десятиклассник. Как парень признался, на педсовете пистолет он купил еще несколько лет назад, но в школу принес впервые. После попадания, увидев кровь, стрелок отвел пострадавшего к школьному врачу. У нас, ну, восьмиклассник отрел, он в скором уже. И сейчас восьмиклассник в больнице, в местном? Ну, в местном больнице, в пульку выколпали, все, ну, на домашняя скорая. Бригадой скорой помощи доставлен подросток 14 лет. С подозрением на сотрясение головного мозга и инородным телом в области волосистой части головы. Больной осмотрен неврологом и хирургом. Госпитализирован в хирургическое отделение, где инородное тело удалено. Сейчас врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное. Но, несмотря на это, он продолжает находиться в больнице, рассказал отец пострадавшего. Когда выписывать будут, не говорят? Ну, сказали, нет, 10 точно. То есть у него сотрясение сильное, ну и открытая рана-то. Еще вы на два шва наложили. Два шва. Ну, а в целом сейчас здоровью ничего не угрожает, правильно понимаю? Да, да, да. Тем не менее, забирать заявление из полиции и идти на мировую мужчина не готов. По его словам, происшествие не было несчастным случаем. А о рикошете не может быть и речи, так как десятиклассник специально целился в его ребенка, уверен отец. При этом, отмечает, дети почти не были знакомы. Они между собой вообще никак не общались. Ну, знают, что один учится в восьмом, второй в десятом. Никаких конфликтов между собой никогда не было. В местном комитете по образованию и делам молодежи подтверждают, конфликта не было. Но поддерживают версию с рикошетом. При этом обоих подростков и их семьи характеризуют положительно. А стрелявший, говорят в ведомстве, уже много лет занимается в клубе пограничников. Ну, занят он, организован, то есть он непраздно шатающийся. В шахматы играет парень. Он занимается у меня в клубе шесть лет. Он шахматист, математик. Дисциплинированный, по крайней мере, у меня в клубе. Участвует во всех краевых. Выезжал на все российские соревнования. Имеет золотые и серебряные медали. Почти все свободное время, по словам женщины, парень находится в клубе. Помогает проводить тренировки по рукопашному бою, легкой и тяжелой атлетике. А после 11 класса мечтает поступить в военное училище. По словам самого десятиклассника, он принес пистолет в школу случайно. Забыл выложить после самостоятельной тренировки по стрельбе в лесу. Поугарать с пацанами решили, там народ был. В один момент пистолет заклинило. Мы постреляли маленько по деревьям. Пистолет заклинило. Фару раз нажал, были холостые нажатия по спусковому крючку. На третий раз уже вылетела пуля. Там была перегородка между туалетами. И с той стороны перегородки уже закричали, что там кровь человека. Теперь признается юный пограничник. Он боится, что инцидент не даст ему начать военную карьеру. А также ждет, когда восьмиклассника выпишут из больницы, чтобы лично принести извинения. А между тем делом занимаются правоохранители, а федеральный следком взял под контроль проверку происшествия. Им предстоит выяснить, было ли произошедшее случайностью или намеренным выстрелом. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.